Привет, ребята! Вы на канале Момедыч, а это, как вы догадались, операционный стол. На этом столе вершатся судьбы многих людей, проводятся сложные операции, и иногда после них больные погибают, умирают, и от этого никуда не деться в медицине, тем более в нейрохирургии. Сегодня будет выпуск о том, отчего же умирают наши пациенты, какие осложнения случаются, и в конце видео ты узнаешь, были ли у меня смерти на столе. Ну что, интересно? Поехали! Если ты работаешь в медицине, и тем более в нейрохирургии, то ты каждый день бок о бок встречаешься со смертью. Этого никак невозможно избежать. Есть несколько специальностей, которые чаще всего и теснее всего сталкиваются со смертью. Это, я думаю, те, которые работают как раз с главным мозгом, это неврологи и нейрохирурги, и, конечно, реаниматологи, и, конечно, патологоанатомы. Но если патологоанатомы, им уже совершенно поздно, и обычно все равно на то, каким образом произошла смерть больного. Точнее, конечно, не все равно, но они уже ничего не могут сделать. То неврологи, как обычно, они лечат, не вмешиваясь в организм человека, то есть не проводя какие-то операции или манипуляции. Реаниматологи, они изначально готовы к летальному сходу и иногда просто поддерживают жизнедеятельность организма. А вот нейрохирурги, они, как правило, проводят какие-то операции и вмешиваются в организм человека. И поэтому очень часто берут иногда вину за смерть пациента на себя, потому что одно движение, неправильное действие могло бы спровоцировать смерть пациента. Итак, какие осложнения в нейрохирургии могут приводить к летальному исходу? Это первое, всеми известное, это кровотечение. Ну, или можно сказать кровоизлияние. Например, кровоизлияние в ложе опухоли. Я уже делал видео об опухолях головного мозга. И, если вы понимаете, то после удаления опухоли головного мозга в головном мозге на месте опухоли получается пустая полость. А стенки – это раневая поверхность головного мозга. И поэтому из нее, из этой поверхности может произойти кровоизлияние, кровотечение, и получится гематома. Все это заполняется кровью. И тогда пациента нужно брать на повторную операцию, ревизию, удаление этой гематомы. Но исход, конечно, уже хуже, чем если бы эта гематома не образовывалась. Поэтому мы обкладываем стенки удаленной опухоли, например, контактными гемостатиками. Это такие специальные вещества по типу ваты или марли, которые предотвращают кровотечение. Но в любом случае после операции может повыситься давление, и все это приведет к гематоме и, возможно, к летальному исходу. Второе осложнение, очень грозное осложнение – это вазоспазм. Если вы не видели видео об аневризмах, о бомбе замедленного действия в головном мозге, то посмотрите обязательно, это очень интересное видео и познавательное. Но и если вы помните из того видео, то при разрыве аневризма в головном мозге кровь изливается вокруг сосудов, и потом при ее рассасывании вокруг сосуда выделяются токсические вещества, которые вызывают спазмирование сосуда, и сосуд сужается, тем самым ухудшая кровоснабжение головного мозга, значит, снабжение его кислородом. Третье осложнение, которое не любит никто из нейрохирургов – это ликварея. Ликварея может быть и не после операции, например, после черепно-мозговой травмы. Если сломано основание черепа, например, то из носовых ходов или из ушных раковин может изливаться ликвар. Ликвар – это спинно-мозговая жидкость, которая омывает наш мозг. В норме внутри черепа находятся не только полушарии, но и внутри черепа находится так называемый ликвар. Еще он находится и, конечно, в желудочках. Вот здесь. И когда мы проводим операции, то мы нарушаем целостность оболочек, например, сухарем твердую мозговую оболочку и архноидальную нарушаем. И тогда, где-то, например, вот здесь, если рана плохо ушита или под действием отека головного мозга, ликвар может истекать наружу. Если он истекает наружу, то он в воздухе и вообще в открытом пространстве встречается, конечно же, с бактериями. И тогда бактерии, а значит инфекции, могут проникать внутрь, вызывая тем самым менингит. Это воспаление оболочек головного мозга, которое, конечно, плохо сказывается на состоянии пациента и может провести даже к смерти. В большинстве случаев мы умеем лечить воспаление мозговых оболочек менингит бактериальной природы, назначая антибиотики. Но иногда назокомиальная инфекция, то есть внутрибольничная инфекция, которая живет внутри больницы, значит она очень и очень страшная. Она не восприимчива никаким антибиотикам. Например, MRCA – это мицленрезистентный стафилококус ауреус. И он иногда даже дает рост бурный на антибиотиках. Поэтому это грозное осложнение, которое нужно избегать грамотно, ушивая рану. Четвертое осложнение, осложнение, которое встречается не только в нейрохирургии, но и в хирургии, и может встречаться очень-очень часто – это тромбоэмболия легочной артерии, сокращенно тела. Мы знаем, что после операции пациенты какой-то период остаются в недвижимом состоянии. Или, например, если мы имеем дело с нейрохирургией, то иногда пациенты просто не могут двигать ногами, а у них в ногах находятся вены, как мы знаем, поверхностные вены, глубокие вены. И кровоток в них в этом случае, когда они малоподвижны, замедляется. Поэтому мы обязательно должны назначать компрессионное белье, чулки или бинты, и как можно раньше активизировать больного. Но вопрос не в этом. Когда замедляется кровоток в венах нижних конечностей, там могут образовываться тромбы. И тромб может флотировать, флотировать в одной из вен, и потом улететь, куда бы вы думали, в ствол легочной артерии. Легочная артерия, на самом деле в ней идет как раз-таки венозная кровь. И эмбл, попадая в легочную артерию, тромбирует ее, и тем самым вызывает инфаркт легкого, можно так сказать, некроз части легкого. И это осложнение, если тромб большой, а иногда я видел, находясь в морге, тромб, который заполняет легочные артерии, правую, левую и легочный ствол, так называемый, это, конечно, практически моментальная смерть пациента. Очень страшная патология, которой боятся все хирурги. Ну и чтобы совсем вас не запугивать, я оставил всего одно осложнение, но это осложнение знакомо всем, кто смотрел фильмы, сериалы, или вообще знаком с какой-то терминологией медицинской. Это отек головного мозга. Отек и следственная дислокация. Если патология находится в каком-то одном полушарии, например, здесь, то вещество головного мозга будет увеличиваться и сдавливать другое полушарие, тем самым сдавливая важные кровеносные сосуды, вызывая ишемию. И мозг также может проникать, вклиниваться в большое затылочное отверстие. Это отверстие, которое соединяет спиной мозг с головным мозгом. И когда головной мозг вклинивается сюда, то это ведет, несомненно, к смерти. Мы знаем, что, и мы ориентируемся на доктрину Монро Келли, которая говорит, что внутри черепа находятся всего три субстанции. Это кровь, ликвар и сам мозг. Если какое-то из этих веществ увеличивается в объеме, например, мозг при отеке головного мозга, или появляется новое вещество, например, опухоль или гематома, то количество других веществ уменьшается. Например, уменьшается количество крови. А это значит, мозг недополучает крови, кислорода и питательных веществ. И этот патофизиологический момент, он часто приводит к летальному исходу. Конечно, это все не всегда критические ситуации, не всегда одномоментные ситуации. Они как-то происходят во времени. Но если мы говорим о ситуациях, когда дело стоит на грани жизни и смерти, как в сериалах, когда прямо на операционном столе происходит борьба за жизнь пациентов, то таких случаев в моей практике было, я думаю, что два, которые я могу вспомнить. Первая – это девушка, которая страдала эмпиемой головного мозга. Что такое эмпиема? Это скопление гноя в оболочках. И если мы говорим про эмпиему внутри черепа, то это скопление гноя прямо над головным мозгом и под оболочками. И, к сожалению, в этом случае был дефект оказания скорой помощи. Она целую неделю пролежала с менингитом дома. Менингит у нее возник в связи с осложнениями от синусита. Да, обычный синусит или всем известный гоморит может приводить к расплавлению гнойному кости и затем попаданию этого гноя, воспаления на оболочке и потом возникновение эмпиемы. Но эта девочка была инвалид детства и не сразу заметили изменения в ее состоянии. И только через неделю после первых симптомов она поступила к нам в клинику, уже в коме. И когда я оперировал ее, как раз была такая ситуация, когда давление падало буквально до 40. И благодаря только анестезиологам и реаниматологам, которые искусственно поднимали ее давление, мы смогли провести операцию, удалить гной. И пациентка на столе не погибла. Но, к сожалению, через сутки, даже, по-моему, меньше, чем через половину суток, она скончалась уже в отделении реанимации. И второй случай, который был на моей памяти, и он был, мне кажется, у каждого нейрохирурга, это крайняя ситуация в связи с гематомой головного мозга. Гематома субдуральная чаще всего, она может быть в больших размерах, и пациент уже находится в критическом состоянии, когда его привозят в клинику, поэтому очень важно как можно быстрее взять его на операционный стол. И в этом случае мы тоже, помимо понижения давления, встретили так называемый грипп. Что такое грипп в нейрохирургической терминологии? Я вам сейчас расскажу. Если трепенационное отверстие недостаточно большое, то если головной мозг отечный, то после удаления гематомы головной мозг может выпирать и вклиниться вот в это трепенационное отверстие и будет расти, образовывая такой так называемый грипп. И на самом деле, действительно, несколько похоже на белый грипп. Если кто-то видел, я думаю, согласится со мной. И мы, конечно, раскусились, сделали большую декомпрессивную трепенацию, но, тем не менее, пациента того нам не удалось спасти. И у многих, кстати, врачей случались такие критические ситуации, но сейчас их становится, слава богу, все меньше и меньше. И заканчивая это видео, я вам обещал рассказать, случались ли действительно у меня смерти на операционном столе. Я хочу сказать, что до этого времени пока у меня не было смерти на столе, но никто от этого не застрахован, и поэтому, если вы хотите идти в хирургии или в нейрохирургии, то, конечно, вам нужно набираться уверенности и приобретать, так скажем, вторичные половые признаки мужчины с металлическим оттенком. Ну, а на этом мой рассказ подошел к концу. Ставь лайк, если тебе понравилось. Если хочешь больше рассказов или пояснений от меня, пиши в комментариях, на какую тему хочешь, чтобы я рассказал дальше. И увидимся в новых выпусках. Все, пока!